Внимательно посмотрите, здесь очень укороченные такие междоузлия, да? Вот он, я ее называю, это растение, если так то формирует, я говорю, лещенка. То есть мы создаем укороченные междоузлия, частый лист, растение, вы видите, оно не закрывается так очень листом, но расстояние между плодами очень маленькое, и вы видите, что здесь пучковый товар, ну это 23-й, у него пучок, то есть пучок на пучке висит и очень мощно развивается, и дальше она пошла. Это тоже часть работы аминокислоты, в частности аминостар, здесь только аминостар проходил полностью, уже добивали. Ну вот я, ребята, мне его уже привезли, оно в таких уже красивых упаковочках. Вообще препарат бомбовский, я люблю вообще с ним работать, и ценовая политика, будем говорить, отличная. Игра стоит свеч. И аминокислоты я совмещал здесь с всем известным препаратом козырь. Это два препарата, которые эту лесенку сделали мне на этом. В период, когда пошли похолодания, то сегодня там более-менее погода такая теплая и солнышко. Когда не было солнца и шло похолодание, значит, работаю от полива, практически ухожу и работаю по листовой поверхности. Работаю в зависимости от того, что мне необходимо. Налив плода, рост или другие вещи. Опять же, хелатинами, работаю хелатинами. Здесь по листовой поверхности применялся хелатин калия, хелатин фосфор калий. Здесь применялся молибден железом. Эти препараты, которые необходимы для растения, особенно они качественно работают при понижении температуры. При отклонениях в нижнюю или верхнюю часть жарко, это тоже корень тогда берет из почвы только воду, чтобы охладить растения. Задача его в этот период выкачать 3-4 литра воды, чтобы охладить растения. Когда нормальной температурой, он подает уже, берет и все питание. Холодно, корень тоже не хочет работать, тогда работает лист. Об этом необходимо помнить и необходимо знать, что для этого существует вот такой целый ряд препаратов. Хочу добавить одно, не надо энергоем технологии. Вопрос не стоит, мы поздно посеяли. Мы посеяли, я уже говорил, 9 августа. Если бы это растение было высажено рассадой где-то в конце июля, рассадой 20-дневной я имею, в конце июля, ценовая политика на огурец уже в течение нескольких лет нормальная. Но самая основная беда в том, что вы не сохраняете этот урожай и до сентября, в середине сентября я наблюдаю полностью уже погибшее растение. Попробуйте технологии, щадящие технологии, они экономные. Ведь все эти вещи, которые мы показываем, зачем мы показываем? Для того, чтобы в первую очередь создать здоровое растение. Во-вторых, это очень снизить затратную часть. Корейские семена, даже по сравнению с грандами, будем говорить, они в два раза дешевле. Уже часть затрат снизили. Значит, все препараты, хилатины, ростконцентраты с ихними дозировками, аминостар, значит, все они в нормальном ракурсе цен. Можно сюда три мешка селитры бросить, два калия, мастера, там, наволоны, вопрос не стоит. Только все это в денежном выражении вылится в очень большую сумму. А так, мы создаем здоровое растение, создаем технологию на базе тех препаратов, которые я рассказал. Делаем минимальные затраты с максимальной отдачей. Что еще надо? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!